В Руковской 7 часов и 39 минут. Друзья, мы сегодня говорим о возвращении павильонов ларьков на улицы городов нашей страны. Мы пригласили для более такой интересной и живой беседы фермера, сыродела, предпринимателя Сергея Перевозникова. Сергей, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Ну вот мы, значит, и с Вячеславом, и вообще с людьми, с которыми общались, когда говорим слово ларек, накатывают какие-то вот ностальгические чувства, приятные воспоминания и так далее. У вас вот как с такой ностальгией? Существует она, присутствует она? Или вообще был ларек, допустим? Ларька не было, но пусть ностальгия там и останется. Ну как-то не такая непозитивная ностальгия. Да, то есть вы все-таки против возвращения или за? Ну нельзя же в одну реку войти дважды, да? А тут история повторяется. Вся она была в виде трагедии, то есть там все поломалось, и люди стали, кто-то выживая, кто-то там имея какие-то перспективы перед собой, строя в голове, да, начали что-то делать. Потом снесли. И второй раз повторяется история в виде фарса. Вот я лично не сильно понимаю, зачем сейчас это. Почему в виде фарса? Ну то есть это все подается под соусом тем, что один из шагов помощи государству малому-среднему бизнесу. Ну мы же не о соусе говорим, а о правде. Вот. Соус может быть какой угодно. Минпромторг, в принципе, одно из немногих работающих министерств, ну вот, в этом правительстве, да? Уже неплохо. Но Гарара вела мышь. А кто, вот реально интересно, сейчас пойдет работать и владеть ларьками? Хороший вопрос. Где эти мифические люди? Ну кто-то же будет, кто-то, допустим, я не знаю, перепродавать, допустим, вот тот сыр, который вы делаете, Сергей. Или кому-то не хватает денег снять помещение большое. Да, или кто-то не может зайти. А вы почему думаете, что для того, чтобы снять большое помещение или маленькое, пакет документов будет небольшим или маленьким? Никак одно с другим не относится. И оформление той же самой земли поломает там половину желающих. А ты оформляешь землю, потом каждый год бери и переоформляй ее заново, участвуй в конкурсе. Ну резкие, понятные, расходы конкретные, плюсы не ясны. Это какая-то безысходность, но если я убежал откуда-то, не знаю, не суть важная, из деревни, там, с юга страны, и притом не своей, или еще, то, конечно, я буду цепляться и буду ставить эти ларьки. А так, ну, наверное, проще упростить перевод первых этажей под магазины, под магазины, не только под магазины, даже парикмахерская может быть там в этом ларьке, еще что-то. Потом вопрос с канализацией в этих ларьках, как он будет решаться? Вообще там все замерзнуты, ну, на этом вопросе. Не надо было ломать то, что есть, пусть оно и есть. Можно улучшать, там, из такого, такой, из такого, там, еще там украсили, еще что-то сделали. Работает логистика, работают налаженные связи, работают люди. Небольшие вложения регулярные гораздо легче, чем одни такие. Поэтому я смотрю не с пессимизмом, а с реализмом. С интересом. Но это вот вместо того, чтобы, не знаю, ну, вот мне, например, найти операцию, сделать, чтобы у меня было много волос. А я куплю расческу, буду расчесывать и смотреть. Ну, у меня такие два пучка вырастут, как-то я зачешу тут, еще что-то буду делать. Ну, это из этой самой серии. Так, может быть, это вот один из первых шагов, ну, вот они, значит, вернут ларьки. А у нас и так много первых шагов, что-то у нас постоянно, сюда мы первый раз шагнем, посмотрим, остановимся, туда пойдем, шагнем, посмотрим, остановимся. И вот мы везде стоим первошагнутелями. Надо просто определиться, мы идем туда, пошли туда, идем туда, пошли туда, а мы только первыми шагами. Ну, у нас как бы... Звездочка получается. Сергей, ну, у нас вот такая вот... Карма. Такая карма, такая судьба, такая страна. Ну, тогда мы в этой судьбе, это традиционный, это офигенный шаг, офигенный ход. Будем ждать следующего номера. Что следующее можно вернуть? Да, конечно. Ну, может быть вернуть, может раскопать, может раскопать. Нет, ну вот опять же, производители, да, то есть тут малый, средний бизнес. Многим сложно, допустим, представить свою продукцию в каких-то больших сетях. Это же действительно сложно зайти и попасть на прилавок. Что сложнее, зайти и попасть на прилавок? Большой сети, большого магазина или, допустим, маленькому туда попадать не надо для начала. Он не выдержит ни условий, ни объемов. Он подведет сеть, подведет покупателей и подведет себя. Это раз. Второе, это вообще разные размеры, разные бизнесы, разные подходы к бизнесу. Второе, если он выращивает, например, картошку. Ну, молодец, он выращивает картошку. Ну, зачем ему два ларька в городе, чтобы продавать эту картошку? Нет, ну почему два ларька в городе? Он по этим ларькам, по продуктовым ларькам свою картошку раскинет. Ну да, это по каждому ларьку. Вот он весь день ездит по каждому ларьку. Потом весь день ездит собирать деньги по этим ларькам. В итоге появятся ларьковые сети. Они и сейчас есть, но они и принадлежат каким-то определенным. Каким-то определенным. Ну и зачем? С такими, говорю, гарантия ломыш. Помпа есть, замах на рубль. Не надо было ломать. Сломали, пошли дальше. Следующим. Упростите допуск, повторю, к помещениям. Упростите требования к бизнесу. Развивайте кооперацию. Пропагандируйте местное. Работайте над снижением издержек бизнеса. А не снисти цену на рубль на ГСМ. Или акциз, условно говоря. На электроэнергию. Это даст в три раза больше пользы. И снижает в два раза больше цены, чем появление вот этих ларьков. Тем между действием можно сделать гораздо большего эффекта. Ну, что касаемо ГСМ, я буквально недавно смотрел. По-моему, Козак говорил, что в России невозможно снизить те цены на топливо, которые есть. И он высказывал ряд разных причин. Но, в принципе, ничего нового. Что касаемо электроэнергии, у нас она дешевле, чем даже у наших соседей. Я не знаю, вы, может быть, слышали, есть такая организация, Иркутская энергия называется. Себестоимость электроэнергии в разы ниже продаваемой электроэнергии. Это наше естественное конкурентное преимущество. И тогда к нам не только ларьки бы поехали. Поехали бы производство. Пошли бы другие, там, не знаю, при всем моем сложном отношении к Леруа Марлен, пошли бы другие Леруа Марлены. Если бы у нас она стоила рубль. И у них себестоимость она сделать позволяет. Вы представьте, какой разница в ВВП территории, если мы об этом говорим, в качестве жизни, в нашем экспортном потенциале стало бы больше из-за этого шага. Но это же сложно. Это надо объяснять, что мы не можем сделать то-то, то-то. Делать еще что-то. Я понимаю, как работа экспорта и прочее, хоть и малый бизнес на самом деле, да? Но мы вместо того, чтобы искать там, где-то есть потерянные темы, ищем их под фонарем, под которым мы ничего не теряли. Вот это все имитация бурной деятельности. Ну, такой некий дизайн города. Снесем, поставим, подумаем. По поводу дизайна города. Это сильно повлияет на облик, внешний облик городов? Ну, я, может, и художник, но художник такой, художник реализма, наверное, да? Мне они и раньше не мешали, то, что было. И я видел, ну, я пережил, наверное, пять поколений, и вы тоже, этих ларьков, от таких бронебойных палаток, если какого-то профнастила, значит, да, там, где окошко, и там два сникерса. Шло, шло, это уже были вполне красивые павильоны. Некоторые, когда были, на самом деле, дизайнерские решения. Это же нормальная эволюция. Но мы фигнули одну революцию, теперь делаем вторую революцию. Нет той публики. И вот вы, как часто заходите в сеть по привычке, потому что там есть все. И как часто заходите в ларек, которые, ну, там, остались в магазине у дома, в котором меньше. Цены там ниже не будут. Ну, какой вам вообще будет цель ходить туда? Ну, то есть, если вот так резюмировать нашу беседу, в принципе, вот этот шаг, он бессмысленный и бесполезный. Ну, хоть не беспощадный. Беспощадный был тот. Предыдущий, когда все сносили. Да. Кто знает, может быть, через пару лет опять будем все сносить? Сносить, конечно. Ну, поэтому пожившие туда не пойдут. Ну, конечно, какие-то некие неофиты, они попробуют это. Но это не будет тем массовым призывом, что ура, ура, погнали, поперли и прочее. И таким спасением собственного кармана прямо. Не будет. Хорошо, спасибо большое. Предприниматель, фермер, сыродел Сергей Перевозников был у нас в гостях. Продолжаем нашу программу.